Общее сведение. Носогубные складки образуются двумя оборостками, идущими от носа к уголкам рта, которые особенно заметны при улыбке. По своей сути носогубные складки являются глубокими морщинами и закладываются в мышечном слое очень рано уже в подростковом возрасте. И если в молодости упругая кожа скрывает эту проблему, то с возрастом проявление носогубных складок становится все более явным. Появление складок в области носогубного треугольника – это прежде всего удел людей у улыбчивых эмоциональных, обладающих активной мимикой и артикуляцией. При улыбке щеки смещаются ближе к носу, вызывая еще большее углубление носогубных складок. Наличие степени выраженности носогубных складок не зависит напрямую от возраста. Они скорее обусловлены анатомическими особенностями лица, кожи, яркостью выражения эмоций. Процессы естественного старения кожи, то с мягких тканей понижение тонуса лицевой мускулатуры способствуют углублению носогубных складок и делают их более заметными. Ранним образованию носогубных складок благоприятствуют нездоровые привычки, наследственность, осуществление неправильного ухода за кожей лица. Возникновение складок в носогубной области также может быть вызвано неправильным прикусом, который не был вовремя скорректирован. При похудении носогубные складки обозначаются сильнее, при наборе веса сглаживаются. За появление носогубных складок отвечают многие мышцы лица. Верхняя часть носогубной складки образуется в результате спазма крыльной части носовой мышцы и гипертонуса мышцы, поднимающей крыло. Носы и верхнюю губы и частично вплетающиеся в носовую мышцу. Среднюю и нижнюю часть носогубной складки формируют гипертонус малой и большой скуловой и щечной мышц. Складка в углах рта возникает вследствие спазма мышц, опускающих угол рта, треугольная мышца и нижнюю губу. К залеганию носогубных складок может приводить неправильная позиция костей черепа, вызванная пренатальными или родовыми травмами. С возрастом костный дисбаланс только усиливается, опущение лобных костей ведет к нависанию бровей, сближение скуловых костей к появлению носогубных складок, нарушению правильных пропорций лица угла молодости, линии челюсти дары. Закрывающая круглая скобка точка. Считается, что окончательное формирование носогубных складок происходит к 30-35 годам и визуально делает человека старше его возраста. Носогубные складки Классификация носогубных складок предложена Е. Б. Лапутиным Классификация носогубных складок выделяет следующие их виды Штрих складка представляет собой тонкую линейную поверхностную морщину без депрессии подкожных тканей ГЭП-складка Выраженная кожная борозда на фоне возрастных изменений подкожных тканей Коррекция горскладок достигается с помощью контурной пластики филерами высокой плотности Ювидером 30 перлайн с Уржидером 30 хайердеры Градиентная носогубная складка образуется за счет значительного перепада высоты верхней губы и щеки Коррекция носогубных складок Незыблемым постулатом в борьбе с носогубными складками служит девиз Чем раньше начато лечение, тем лучше и длительнее будет заметен результат Современная инъекционная косметология предлагает эффективное решение проблемы носогубных складок методом контурной пластики препаратами Содержащими гиалуроновую кислоту Ирлайн, Ристиллайн, Соржидером, Тиосиаль, Ювидер, Мадере Закрывающая круглая скобка Эти препараты обладают высокой биологической совместимостью с тканями, что исключает их отторжение или развитие аллергии Гиалуроновая кислота является природным натуральным компонентом, расщепляющимся в организме до углекислого газа и воды Препараты и филлеры вводятся в кожу инъекционно через тонкую иглу, тем самым восполняя объем тканей Проведение контурной пластики носогубных складок может проводиться пациентам любого возраста После введения препарата некоторое время может отмечаться отечность зоны носогубного треугольника Об окончательном результате контурной пластики носогубных складок можно говорить через 7-10 дней Иногда для закрепления результата коррекции носогубных складок через 4 недели выполняют повторную процедуру ввиду того, что в организме Происходит естественное расщепление гиалуроновой кислоты Прогноз коррекции носогубных складок К тому времени, когда активность препарата филлера прекращается, кожа несколько раз обновляется уже в разглаженном состоянии и носогубные Морщины самопроизвольно расправляются В результате этих процессов носогубные складки становятся менее выраженными, если в дальнейшем возникнет необходимость повторения Процедуры то введения геля потребуется значительно меньше Процедурление Продолжение следует... Продолжение следует...